ребята всем доброе утро всем привет я уже проснулась и собралась а потому что сейчас нам нужно будет поехать в банк нам нужно в сабадель съездить я сейчас поеду на поезде в сабадель в другой город и там уже туда приедет ваня у меня есть полчаса на то чтобы на то чтобы пообедать на что ваня будет обедать уже без меня когда приедет а могу что мы после банка сразу же поедем сейчас я одной рукой мне не получится достать поедем но я поеду на учебу у меня сегодня 4 часа 2 часа монтажа и 2 часа будем работать со звуком там кстати такая интересная практика будет в общем нам дали небольшое видео и нам нужно будет записать самим звуки там допустим шаги или допустим шорханье и потом эти звуки вставить подставить синхронизировать с этим видео и потом обработать это все чтобы это было либо эхо ну в общем чтобы это все было идеально звучало в общем практика сегодня очень интересная и все и потом я возвращаюсь домой я все-таки насколько долго у меня держатся розы ребята вот эту штуку которую а прикрепили жидкость смотрите они до сих пор такие вот красивые прекрасивые они даже ну вот красненькие раскрылись более полностью а все остальные ну вот вот это вот желтая и вот это вот белая вообще такая красота радует меня ладно буду разогревать себе обед и и буду кушать потому что потом мне нужно уже будет выбегать выезжать ребят ваню в рее да он позади нас банк мы уже сходили все вопросы по решали все сделали вот и сейчас у нас еще есть время держи камеру я поменяю сверху на дыше наверно отсюда с этой станции поедешь ну да чё поеду с этой станции так странно когда кранчик есть ты в него только смотришь смотришь смотри парфюмерный магазин у нас же есть парфюмерии так мы сейчас идем не знаю направо на направо это лево перепутала немножко хоть уже вы заканчиваете строительство сколько лет они это сделали вот тут на этой площади начали строить как я сюда приехал уже 10 10 лет эту площадь делают но видите вот там вот выход метро делают то есть у нас метро вот сабадели соединяют барселоной так пошли туда кстати здесь эта зона красивая сабадели она она похожа на барселоне вот этот сары как он называется район ну старый город ну так и называется старый город в принципе какой испанский не помню тут прикольненько так вот там вот и он там вот мы сейчас пойдем перекусим катя номера кофе куба пьет а я хочу пообедала что мне потом на учебу ваня дошли домой поедет ну а катя видите какая довольна пообеданной звание решили попробовать испанские меренги вот эти вот смотрите какие красивые тут просто пекарня и она прямо на нет она купите что-нибудь купить саваня пошел покупать тут оказывается все таки есть кафешка точнее ресторан здесь кушают смотрите как тут прикольно под стеклянным этим на вот нам вот видите тоже стекло и за стеклом растения растут прикольно так раскрывай наши меренги надеемся что они вкусные выглядят очень круто они твердые они внутри мягкие зай ну что ребята я закончила учебу найти еще светло что я иду еду домой я иду домой а у нас здесь на площади концерт класс редко правда они последнее время здесь поют очень редко круто здесь нашла кого нашла не где тебя надо точно тебя мы идем в магазин детских игрушек потому что нам нужно купить подарок но не диме мы вообще обалдеть где там супермен бэтмен и супермен так значка что камеру нельзя нет только собака есть видите как у бэтмен и супермен и жирафчик маленький тут ходим по магазинам вроде как класс как я без этой штуки раньше похоже на катю тут все глаза стеки Смотри, черепашка. Ой, бочечки, какой она хорошенький. Класс. Сама такая. Не сама совсем ее. Вот еще одна черепашка. Терепашки самые классные. Глаза, да, сделали? Грустные. Слушайте, здесь только всего, и мы не знаем, что выбрать. Ну вот, Ваня нашел такую прикольную игру, настольную. Да, она настольная, играется с телефоном. Короче, всякие вопросы. Две с половиной тысячи вопросов. И как-то играется, не знаю, я толком не вникал. Вроде кажется, интересная игра. Да. Поэтому, я думаю, им понравится. Пока лучше ничего не нашли. Ужас. Сколько здесь игрушек. Как это просто... Смотри, как он мишка. Львенок. Не, ну там мишка, наверное, а это львенок. Классно. Интересно, она любит мягкие игрушки? Нет, знаю. Ну, эти. Миньонок. У меня на которые разогреваются? Глаза вылазит. Аа, прикольно. Он тебя пересмеивает. А этот что делает? А этот что делает? Я не делаю. Просто с большими. подожди тут они разные а это не нажимаешься а ты тоже не нажимать не только это нажимается да и мне кажется другие не работают мы заехали в карлос во второй раз в этот раз мы заказали пиццу которая закрытая как чабурет я себе карбанара заказала а Ваня заказал себе специальную карму будем пробовать как она на вкус пахнет очень вкусно мы уже попросили поменьше потому что вы помните в прошлый раз какой нам пиццу принесли мы были в шоке вот в этот раз но я думаю мы в любом случае отвезем домой их потому что они тоже большие вилкой наверное ножиком нет или кусать без понятия ну давай подождем поговорим давай я разрежу и посмотрю что там сюрприз ну что там как тебе итальянский чебурек это точно приятного аппетита ладно все всем приятного аппетита мы пошли есть все мы поели это вот катина тарелка нет смотри себе катя съел она у нас такая и такой еду у нас прям вообще памятник можно поставить ты была голодный что ты там съела маленький кусочек так наелась он живот еще большой такой вот я наелся все, ну ты же мужик правильно ой, мне плохо мы уже дома и Пума тут хрюкает слышите сейчас хрюкни Пума мы потеряли Катю да Пума где Кать потерялась Катя потерялась она у нас уже засыпает значит у меня хоть спать хочется на антибиотиков у тебя такая сонливость сильно ну вот мне писали кстати в комментариях по поводу антибиотиков что антибиотики лучше пить с какими-то биодобавками у меня знаете как получается я пью антибиотики антибиотики и ну как бы с животом все хорошо и нормально ну стул все нормально но мне так хочется постоянно спать просто не но мне хочется постоянно спать и я каждое утро просыпаюсь раньше будильника раньше восьми часов утра и лежу потом жду когда зазвенит будильник и все я больше спать не ложусь потом днем вот у меня уже ближе к вечеру такой вот жесть хочется просто ну что ты в камеру своей этой дырочкой помнишь? да и Пума тоже запомнила этот день на всю жизнь я уже читала комментарии возьми ее за задницу вот так читала комментарии мы же вчера сказали что мы отнесли кольцо чтобы его уменьшили и вот то что написали в комментариях вроде того что что вы другое кольцо не выбрали почему мы должны были выбирать другое кольцо я просто не совсем кто такое написал написали там Ваня выбрал кольцо оно мне очень нравится что такие глупости пишет там гравировка внутри колечка да нет тем более уменьшить кольцо это вообще не стоит ничего то есть ателье это бесплатно делает потому что ну это как бы ну такая это нормально услуга такая то есть ты когда покупаешь кольцо ты платишь за то что ее могут уменьшить хотя его уменьшали ну ему придется второй раз уменьшать у меня кстати там по-моему спрашивали в комментариях у меня восьмой номер да а я сделал десятый а кольцо изначально было тринадцатого размера на пять размеров так что завтра вечером уже если он сделал кстати там писали чё типа кольцо уменьшить это полчаса оно там возможно и полчаса но это же не от нас зависит это полчаса его сделают или за несколько дней ателье сам выдвигает свои условия ну да у него там есть ну сколько то там работа которая возможно новые заказы он будет конечно они будут в приоритете то есть а потом уже будет уменьшать тем кому уже продал да так что такие девушки и кстати еще по поводу того на какой руке мне писали почему ты на правой руке носишь и о том что нам с вами тоже была очень интересная эта тема на какую руке носить ты его не налила так? я не налила это ты не налил иди налил воды она бедная просит водички вот вернусь к кольцам дело в том что католики все кто относятся к католикам они обручальные кольца и помолвки ну и кольца помолвки носят на левой руке а православные те люди которые относятся к православному христианству да то есть не католики а православные то они носят на правой руке то есть вот в России в Украине я помню что все всегда носили кольца на правой руке если у тебя кольцо на левой руке то значит ну как бы ну считалось что это был знаком ну то что женщина вдова или мужчина вдовец вот а здесь наоборот и мы вот когда вот только сейчас столкнулись с этим узнали вот такие вот подробности поэтому я буду носить на правой руке мы с Ваней когда будем расписываться кольца будем носить на правой руке да зай? а не на левой хотя все испанцы мы сейчас обращаем внимание и все на левой руке носят вот так что вот так вот все Пума пьет водичку сейчас будем монтировать влог иди сюда попрощаемся у меня опять лицо такое розовое всем пока Тупинцы спасибо за ваши лайки и комментарии люблю вас очень-очень Субтитры подогнал «Симон»